SCP-1422 Объект представляет собой аномальный феномен, который вплоть до 09.07.2007 предположительно не позволял всему персоналу фонда, включая сотрудников класса D и работников фирм прикрытия, узнать о существовании Елоустонского национального парка. Существование SCP-1422 было подтверждено следующими способами. Среди более чем пяти сотен сотрудников организации, опрошенных в 2008 году, не было ни одного знающего о существовании парка. В их число входили люди, длительное время проживавшие в Вайоминге, индивидуумы, полагающие себя заядлыми путешественниками или натуралистами, и три человека, внедренных в службы национальных парков США. В записях службы национальных парков не наблюдалось свидетельств покупок, а также приобретений путевок или какого-либо бронирования, произведенных персоналом фонда в пределах Елоустонского национального парка. Покупки, произведенные ближайшими членами их семей, присутствовали, однако, в количествах значительно меньших, чем ожидалось. История браузеров, всех имеющихся в собственности компьютеров фонда, показала полное отсутствие запросов, прямо касающихся Елоустонского национального парка. А согласно поисковым историям, полученным из сторонних источников, вплоть до 2009-2007-2007, в архивах организации не оказалось документов, относящихся к Елоустонскому национальному парку, датированных ранее 2009-2007. Опрошенные сотрудники либо утверждали, что не видели причин интересоваться зоной Соединенных Штатов, в которой расположен национальный парк Елоустон, либо не могли вспомнить, что именно располагалось в данной области, и находилось ли там что-либо вообще. Несколько человек смогли воспроизвести диалоги и события, в которых не было закономерной для ситуации отсылки к парку. Ввиду того, что в ходе многочисленных исследований не обнаружилось необычной аномальной активности в парке и в окрестностях, он не считается несущим в себе каких-либо нестандартных свойств. Вопросы возможности посещения парка сотрудниками во время отпусков находятся на рассмотрении. Приложение 1422-1. Объект был обнаружен и предположительно нейтрализован 2009-2007-2007. Младшим научным сотрудником с Крентоном от него потребовалось составить отчет, описывающий его взаимодействие с SCP-SCP, способен на протяжении нескольких часов удерживать индивидуумов в альтернативных реальностях, где успевает пройти продолжительное время. Остальная информация по данному объекту засекречена. В него было включено описание семейной поездки в Еллу-Стоунский национальный парк, длиной в два параграфа. Младший научный сотрудник с Крентон отметил, что не слышал об этом месте до взаимодействия с SCP-SCP. Данный документ был пересмотрен доктором Графсом и младшим научным сотрудником Хальварсоном. Когда доктор Граф провел независимый поиск относящихся к делу материалов и обнаружил, что парк не только существовал, но и был широко известен по всему миру, он сделал массовую рассылку по Зоне 44, интересуясь, слышал ли кто-нибудь из сотрудников о нем. Выяснив, что о парке не было известно никому, доктор отправил запрос и получил разрешение на использование соответствующего количества персонала и финансирование для дальнейшего исследования аномалии. Приложение 1422-2. Фонд располагает крайне малым количеством информации о причине возникновения и природе SCP-1422. Далее представлены несколько гипотез, выдвинутых относительно него. Объект был вызван отдельной аномалией, влияющей на вероятности, которая может иметь, а может и не имеет свойства, связанные с явлением. На момент написания фонд не обладает средствами для того, чтобы проверить эту гипотезу. Йеллоустонский национальный парк не существовал до того, как Скрэнтон исследовал SCP, а после этого парк внедрился в реальность. Возможно, это какое-то из необнаруженных свойств SCP, либо какого-то из материалов, использованных в тестировании, или даже самого Скрэнтона. Подобный вариант не согласуется с известной информацией о SCP-1522, а многочисленные тесты показали, что вышеуказанные материалы и сам младший научный сотрудник Скрэнтон не являются аномальными. SCP-1422 не препятствовал персоналу организации узнавать о парке, но стирал любые воспоминания о его существовании в момент их формирования. В таком случае исследование SCP-868 могло бы позволить создать метод противодействия гипотетически существующим аномалиям, схожим с данным объектом. Тем не менее, в настоящее время воплотить эту идею в жизнь невозможно. Объект был целенаправленно создан с целью скрытия действий внутри или поблизости от Йеллоустонского национального парка от фонда. Расследование, проведенное среди различных связанных организаций, не нашло неопровержимых доказательств возможности создания или использования кем-то такой аномалии, как SCP-1422. Тем не менее, в силу того, что подобная гипотетическая группа или индивиду может обладать средствами, не позволяющими организации обнаружить их, данную версию не следует сбрасывать со счетов. В приложении 1422-3 некоторые сотрудники справедливо указали на то, что SCP-1422 может не быть полностью нейтрализованным, а просто действительным способом, который мы не в силах распознать. С другой стороны, может существовать много аномалий, подобных этому объекту, привязанных к различным областям, индивидуумам или даже концепциям. В случае, если будет доказана верность данного утверждения, класс объекта SCP-1422 будет необходимо повысить до уровня кетер, а условия его содержания значительно пересмотреть. Как бы то ни было, на данный момент объект не проявляет каких-то видимых аномальных свойств, кроме тех, которые более не действуют, а потому считается нейтрализованным до тех пор, пока не доказана обратная. Доктор Граф. SCP-1971. Город, которого не было. Объект номер SCP-1971. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1971 содержится в спецсохранзоне исследований содержания 76 в корпусе С, комнате 23, контейнере 5. Для допуска в УЗС требуется проверка уровня допуска на сканере сетчатки глаза. Все три предмета из набора считаются безопасными для человека. Допускается проводить исследования, не нарушающие целостности предметов. Не разрешается выносить из УЗС объекта более одного предмета из набора SCP-1971 за раз. Описание. SCP-1971 представляет собой набор из трех предметов. Первый. Черно-белая фотография размером 10 на 15 сантиметров, на которой изображено здание, на фасаде которого в камне высечена надпись «Донгорская общественная библиотека». Анализ показал, что фото было сделано в 50-х годах 20 века и не подвергалось ретуши. Фото было найдено агентами фонда 1.05.98. Во время рейда на заложенный дом в городе Ред Оук, штат Айова. В архивах нету каких-либо упоминаний о городе, поселке или ином муниципальном образовании под названием Донгорн. Второе. 265-страничная книга в слегка поношенной твердой обложке, размером 40 на 31 сантиметр. Ее название «Ветер, дующий по неволе». Написано Лаурой Келфкин. Издано в 1971 году издателем Кринка. Это посредственный роман, лишенный как сюжета, так и развития персонажей. На внутренней стороне обложки проштампована собственность Донгорской общественной библиотеки Айова. Карточка, которая была с книгой, содержала только одну графу. Луиза Ватсон. 1 мая 1979. Запретные испытания, нарушающие целостность предмета, распространяются на обложку и первые страницы, но не на основную часть романа. Книга была приобретена, удалена. В архивах нет упоминания о самой книге, ее авторе или издательстве. Согласно данным переписи населения, базе данных службы внутренних доходов и базе данных автотранспортной инспекции, в указанное время в штате Айова не проживал ни один человек с именем Луиза Ватсон. Третье. Телефон Nokia 3210. Он был найден на частной распродаже в 2007 году в городе Буквиль, Вирджиния, на 119 Мейн-стрит. Расследование не дало никаких подробностей о его использовании. В памяти хранятся зашифрованные СМС. Все они написаны 15 сентября 2001 года. Еду в Айову. Надеюсь, что вы поняли этот урок. Подтвержденный статус города Донгорна. Приложение 1971-1. Тщательные поиски в открытых источниках, сети интернет и правительственных документах ничего не дали. Исправлены имеющиеся данные, это неправда. Приложение 1971-2. Период с... по... год. Агенты фонда опросили 9500 случайным образом выбранных жителей штата Айова. В возрасте старше 35 лет. Первое. 427 человек запрошенных подтвердили существование города Донгорна. Но никто из них не мог показать его на карте. 351 человек попытались показать дорогу туда. Но они разнились в ответах и так и не смогли показать верную дорогу. В их ответах не было ничего про географическое расположение жителей и о самом городе. Второе. 285 человек утверждали, что они приезжали в город или проезжали мимо него. Описание города было получено именно от этих опрошенных. Согласно компьютерному анализу корреляций, подробности показаний этих субъектов сходятся со статистически значимой точностью в 92%. Если говорить конкретнее, город представляет собой поселок с населением в 3000 жителей, окруженный малыми и средними фермами. Показания не дали ничего интересного о достопримечательностях или других местах. 95 из 96 опрошенных, евших в единственном ресторане Донгорна, говорили, мешок еды готовит лучшую говяжью грудинку. Приложение 1971-3. Были накоплены доказательства о еще одной деревушке, Хоксат, штата Мэн. Как и в случае с SCP-1971, невозможно подтвердить сам факт существования данного населенного пункта. Материалы по Хоксату прикрепляются к документам SCP-1971. Приложение 1971-4. К документации по SCP-1971 прикрепляются материалы по следующим населенным пунктам. Симона, штат Монтана. Мунд, штат Техас. Остерхаус, штат Вашингтон. SCP-2602, который когда-то был библиотекой. Экс-библиотекой. Предупреждение. Этот файл содержит свойства, опасные для восприятия. Хотя чтение этого текста и не считается опасным, его понимание и осмысление окажет негативное воздействие. Пожалуйста, проявляйте осторожность при чтении данного документа. Объект SCP-2602. Библиотечный класс бывший. Особые условия содержания. SCP-2602 был приобретен под прикрытием того, что он когда-то был библиотекой. Чтобы скрыть SCP-2602, вокруг него были высажены деревья и крупные кустарники. Доступ к посторонним лицам запрещен. Жителям города, где находится SCP-2602, бывшая библиотека, были введены амнезиаки. Все упоминания в интернете о SCP-2602 или о том, что он когда-то был библиотекой, должны быть удалены. К поисковым программам фонда были добавлены фильтры, содержащие лингвистические маркеры эффектов SCP-2602 с целью обнаружения и проверки текстов, потенциально имеющих отношение к SCP-2602. Вся известная физическая документация, связанная с SCP-2602, была опознана и уничтожена. Документация фонда, имеющая отношение к SCP-2602, подлежит редактуре силами незнакомых с аномалией сотрудников с целью придания максимальной читабельности. Как правило, 40% упоминаний о том факте, что SCP-2602 когда-то был библиотекой, могут быть удалены. Описание. SCP-2602 – это здание, которое с 08.06.1921 по 29.04.1988 был библиотекой. SCP расположен в Англии. Его аномальные свойства появились в октябре 2004 года. При передаче любой информации о SCP-2602 субъекты вынуждены делать частые упоминания о том факте, что SCP-2602 когда-то был библиотекой. Точные формулировки и характер упоминаний зависят по большей части от автора и контекста, но всегда однозначно передают информацию. В текстах, имеющих отношение к SCP, некоторая часть этих упоминаний может быть удалена субъектами, мало знающими о SCP-2602, помимо того факта, что он когда-то был библиотекой. Ментальное воздействие определенной силы, не дающей редактировать эти изменения, препятствовало попыткам разработки автоматизированных процессов удаления этих упоминаний. Любая информация о SCP-2602 также является аномальной. Субъекты, подвергшиеся воздействию информационных материалов, имеющих отношение к SCP-2602, будут определять тот факт, что он когда-то был библиотекой, как основную причину любых свойств SCP-2602 или результатов его исследования. Это пропорциональность степени содержания в приведенной информации упоминания о том, что SCP когда-то был библиотекой. У субъектов развиваются ложные убеждения для подтверждения нерациональных причинно-следственных связей, однако при этом они не делают обобщений и, следовательно, в целом не представляют опасности восприятия. Например, несколько субъектов утверждали, что наличие внутри SCP гравитации – результат того, что объект является библиотекой, но перестал ею быть. При этом данное утверждение не распространяется на другие здания, в прошлом также являвшиеся библиотеками. Субъекты не способны сообщить прямо или косвенно любую информацию относительно функции SCP между временем, когда он был библиотекой, и появлением его аномальных свойств. Когда их подталкивают к этому, они начинают настойчиво и неоднократно ссылаться на тот факт, что SCP когда-то был библиотекой. Из-за этого, в связи с тем, что SCP когда-то был библиотекой, очень сложно определить, какие события имели место, если таковые вообще были в SCP в период с 1988 по 2004 годы. Приложение-1. Отчет об осмотре SCP-2602, который когда-то был библиотекой, проведенный агентами Родерик и Микейси 9 декабря 2004 года. Неразборчивые отрывки были вырезаны полностью. В то время как планировка SCP-2602 в целом соответствует бывшей библиотеке, она не согласуется с чертежами, полученными от органов местного самоуправления, и показанием бывших посетителей. Таким образом предполагается, что SCP-02 когда-то был библиотекой. В частности, SCP имеет обширные подземные составляющие того типа, который характерен для бывшей библиотеки. SCP получил значительные повреждения от огня в тот же день, когда он приобрел аномальные свойства. Сверка со страховыми таблицами показала небольшие отклонения от того ущерба, который обычно ожидается от пожара в бывших библиотеках. Тем не менее, в некоторых залах наблюдается повышенный уровень каталожного излучения. Тип излучения, свойственного зданиям, которые когда-то были библиотеками. Оно, как правило, испускается поврежденными посетителями библиотеки, что не дает возможности пройти к некоторым алтарям, которые, вероятно, применялись для помощи в работе учебных групп, в то время, когда SCP-2602 был библиотекой. Был найден ряд технических сложных машин для сортировки книг, но длительное хранение в бывшей библиотеке вывело их из строя. Средства фиксации, которые обычно используются в библиотеке для удержания посетителей, просрочивших книги, были также сильно повреждены из-за такого хранения, возможно, насильственно. Котлован для опасных отходов, наличие которого закономерно для здания, которое в прошлом было библиотекой, был огорожен. Однако в процессе работы экс-библиотечные колебания в отходах привели к тому, что агент Кейси получил несколько обширных поверхностных ран, которые впоследствии привели к летальному исходу. Отдельно стоит отметить, что SCP-2602 в прошлом является библиотекой. Заключение. Как свидетельствует тот факт, что SCP-2602 когда-то являлся библиотекой и некогда выступал в роли библиотеки, есть вероятность того, что SCP когда-то был библиотекой. Вполне вероятно, что после того, как он перестал быть библиотекой, SCP ранее был библиотекой. Это, вероятно, послужило подчеркиванием того факта, что SCP когда-то был библиотекой. И сокрытием того, что SCP когда-то был библиотекой. Следующие фотографии отмечены для скорейшего изучения сотрудниками, имевшими минимально возможный контакт с SCP-2602, который когда-то был библиотекой. Первое. Подборка антропологических обзоров различных культур, никоим образом не являющихся необычным для бывшей библиотеки. Второе. Чувство глубокого восхищения является совершенно нормальной реакцией на организационный размах бывшей библиотеки. Третье. Многие бывшие библиотеки принимают меры для защиты чувствительного оборудования от пыли, солнечного света и съедобных животных организмов. Четвертое. Переоборудование аварийных выходов – распространенное явление для бывших библиотек, как и следы телесных жидкостей клиентов. Пятое. Хотя сон, как правило, не поощряется в действующих библиотеках, бывшие библиотеки часто хранят уснувших за чтением клиентов. Шестое. Граффити, оставленные вдохновленными клиентами – печальная обыденность для бывших библиотек, не располагающих уборщиками или падальщиками. Седьмое. Левитация в присутствии излучения дьюри, характерна для бывших библиотек, абсолютно нормальные и достаточно удобные свойства абонементных тележек. Восьмое. Сжимаемые полки обычно для бывших библиотек, страдающих от недостатка пространства. Продолжение следует...